Здравствуйте всем на канале искусство кондитера Эль Арте де ла пастеллерия. Сегодня я буду показывать, как делаю классический шоколадный крем. Этот крем достаточно плотный, он не растекается, отлично подходит для намазывания коржей, выравнивания торта и декора. В его состав входит сливочное масло, сахар, яичные желтки, какао-порошок, вода, лимонный сок и немного соли. Лимонный сок и соль добавляем, чтобы крем не был приторно-сладким. В сотейник выливаем воду, добавляем лимонный сок. Будьте внимательны и если у вас попадется косточка в лимонном соке, вымейте ее, так как она мешает прохождению крема через кондитерскую насадку. Добавляем сюда сахар. Я показываю, как я делаю крем из одного килограмма масла, но вам в рецепте даю с расчетом на 250 грамм сливочного масла. Итак, в желтки добавляем щепоточку соли и взбиваем их до образования пышной бледно-желтой массы. Миксер держите прямо, чтобы не разбрызгивать желтки. После того, как я поставила взбивать желтки, я начинаю варить сахарный сироп. Мне нужно его довести до состояния толстая нить или же, если у вас термометр есть, то это 118 градусов Цельсия. В начальной стадии варки сиропа сироп стекает каплями с ложки. После же он начинает тянуться непрерывной струйкой, видите? И сейчас ложка уже немного остыла, и я беру пробу с помощью пальцев. И видите, между двумя пальцами у меня уже образовывается нитка. Образовалась тонкая нитка, она легко рвется. Температура такого сиропа около 110 градусов Цельсия. Я поварю сироп еще около трех минут, и температура его повышается, и образуется толстая нить. Как раз то, что мне нужно. Если у вас есть под рукой специальный термометр для сахарного сиропа, то это лучше и удобнее. Покажет 118 градусов Цельсия, снимайте сироп с огня, и тут же, не давая ему остыть, тонкой струйкой вливайте во взбитые желтки, продолжая взбивать миксером. Взбивать необходимо до полного остывания желтков. Чем дольше вы взбиваете, тем гуще становится масса. Вот, мой желтковый крем остыл. Обратите внимание, какой он стал по консистенции. Все, как только он остыл, я начинаю добавлять по кусочкам сливочное масло комнатной температуры, и продолжаю взбивать. Чем мощнее у вас миксер, тем быстрее будет взбиваться крем. Все ингредиенты, желтки и сливочное масло у меня хорошо перемешались, теперь можно добавлять какао. На каждые 250 грамм сливочного масла можно добавлять от 1 до 2 ложек какао. Это в зависимости от того, насколько шоколадный вы хотите ваш крем. И продолжайте взбивать миксером. Крем готов, он достаточно густой, держит форму. После холодильника застывает, хорошо режется торт. Торт с таким кремом может стоять некоторое время на трапезном столе и не растекается. Подписывайтесь всем на мой канал, кому понравилось это видео, и нажимайте на колокольчик. Всем до скорого нового видео. Канал Искусство Кондитера Эль Арте де Ла Пастелария. Спасибо за внимание. Продолжение следует...